Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 47 главу. «И перешел Иосиф и известил фараона и сказал, Отец мой, братья мои, с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них пришли из земли Ханаанской. Вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял пять человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его, какое ваше занятие? Они сказали фараону, подстухи овец рабы твои, мы и отцы наши. И сказали они фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пожить и для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод, и так позволь поселиться рабам, то им в земле Гесем. И сказал фараон Иосифу, Отец твой, братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли поселя отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». Мы видим, что фараон, который очень хорошо относится к Иосифу, он позволяет его родне поселиться, где им будет угодно. И мы видим здесь, как возникает момент важный для истории Израиля вообще. Израиль это в политическом и военном отношении откровенно слабая нация. Сейчас это даже не то, чтобы нация, это просто такая расширенная семья, род, клан. И их участь зависит от благоволения фараона. Фараон тут царь, и он распоряжается. Он хорошо относится к Иосифу, он хорошо относится к его родне. Сейчас у них сложились отличные отношения. Но мы видим, что Израиль и его потомки находятся в зависимости от чужеродного властелина. И эта история, которая повторяется дальше на протяжении Ветхого Завета, на протяжении Библии, мы видим, что Израиль это слабая нация, которая зависит от других. И это научает людей полагаться на Бога. Потому что иногда возникает вопрос, почему Бог избрал такую слабую политически незначительную нацию? Почему Бог не избрал тех же египтян? Это сверхдержава древнего мира. Это блестящая цивилизация. Это люди, которые построили пирамиды. Это люди, которые построили знаменитый храмовый комплекс Абу-Симбил, который до сих пор производит впечатление. Есть даже люди, которые полагают, что эти пирамиды построили какие-нибудь инопланетяне, потому что это вот настолько грандиозное сооружение, что непонятно, как в древности могли его построить. Но на самом деле понятно. Технологии от того времени это, конечно, позволяло сделать, но это требовало огромной организации усилий. Это требовало определенного государственного и инженерного гения. Там создавались специальные города, в эти города собирались люди. Всех этих людей надо было кормить, всеми этими людьми надо было управлять. И это было проявление государственной мощи, государственного гения. Египет был блестящей цивилизацией. Сейчас на нас производят большое впечатление эти пирамиды, этот храмовый комплекс Абу-Симбил. В то время, когда человек не видел ничего выше своей глинобитной хижины, когда он все это видел, когда он к этому приближался, он падал в оморок. Это было изумительно все. И вот Бог избирает не эту блестящую цивилизацию, Бог избирает маленькую и слабую нацию. Почему? Потому что те же египтяне, и потом греки, и потом римляне, они могли похвалиться собой, они могли сказать, мы великий народ, мы могущественные, мы сильные, у нас блестящая культура, у нас великолепное войско, мы отличные воины на поле брани. Но Израиль ничего такого не может сказать. Израиль — слабый, незначительный народ, который зависит от воли других. И поэтому он просто вынужден полагаться на Бога. И именно поэтому Бог заботится об Израиле, и Бог ведет его через все повороты его истории. «И привел Осип Иакова отца своего, и представь его фараону, и богословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону, «Дни странствования моего сто тридцать лет. Малые несчастные дни жизни мои не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И богословил фараона Иаков, «И вышел от фараона». И мы видим, как Иаков богословляет фараона, поскольку носителем богословения на самом деле является Иаков. Мы видим, как интересно сочетается тут мирская власть и божье богословение. В мирском отношении Иаков зависит от милости этого фараона. Фараон — владыка, который оказывает ему свободную милость. Мог бы не оказывать, он совершенно волен в этом. Фараон оказывает ему милость. Но Иаков дает ему нечто более важное, Иаков дает ему божье богословение. «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамзес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, которое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощило земли египетской в земле ханаанской. «Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас». То есть там семь лет голода, пять лет уже прошло, и люди, которые покупали за серебро хлеб, у них все это серебро кончивает, потому что это такой длительный голод. Иосиф сказал, «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей из-за стада мелкого скота, из-за стада крупного скота и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год. И пришли к нему на другой год и сказали, «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, нам и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы быть нам живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И, наконец, египтяне, жители земли, они себя закабаляются, они себя продают в рабство фараону, скажем так, в крепостные, не совсем рабы, но вот они себя ставят в зависимое положение по отношению к фараону для того, чтобы им не умереть от голода. «И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли шрецов не купил Иосиф, ибо шрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, которым дал он фараон. «Посему и не продали земли своей». И сказал Иосиф народу, «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засияние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, на пропитание детям вашим». Мы видим, как Иосиф устанавливает налоговую систему. Налоговая система, там налоговая ставка 20%, то есть пятую часть они отдают фараону, четыре пятых они сами съедают, сами они этим питаются. Мы видим, как Иосиф тут устанавливает что-то похожее на современную государственность, на такой организованный порядок сбора налогов. Они сказали, «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и добуем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон в земле египетской даже до сего дня. Пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, было дни Иакова, годов жизни его 147. Они весьма умножились, потому что в древнем мире люди видели многочадие, люди видели подородие, как величайшее Божье богословение. И чего они, собственно, хотели, к чему стремились, это вот умножиться. И этот процесс умножения, он, конечно, сдерживался таким очевидным фактом, как голод. Но когда голода нет, когда у людей есть достаточно пропитания, они умножаются. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, было дни Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израиля умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему, «Если я нашел боговоление в очах твоих, положи руку твою под стегно мое, и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». И сказал, «Клянись мне» и клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Израиль хочет быть погребенным, похороненным вместе со своими предками. Как мы раньше уже читали, приложиться к народу своему имелась в виду совершенно конкретная вещь. Согласно погребальным обычаям того времени, погребение имело два этапа. Сначала человека заворачивали в погребальные облачения, и его оставляли в гробнице на несколько лет, пока его плоть истлевала. Когда оставались только кости, эти кости собирали в специальный сосуд и помещали вместе с костями других людей того же рода, того же предков его. И хоронили в таких пещерах, обычно высеченных в скале. И привожиться к народу своему, это значит, кости этого человека, они ложились рядом с костями его предков. И вот для Израиля было принципиально приложиться к его народу, было принципиально быть похороненным вместе с его предками для того, чтобы подчеркнуть вот эту связь, вот это преемство. И тема преемства народа и тема преемства Божьего богословения, она в Библии очень важна. И она важна для нас, христиан, потому что стать христианином, это не значит установить некую такую индивидуальную прямую связь с Богом. Ну, это тоже, но эта связь с Богом, она устанавливается в силу того, что мы принадлежим к традиции. Мы принадлежим к Божьему народу. Мы наследуем веру от наших предков в вере. Мы являемся частью Божьего народа, и мы веруем именно как часть Божьего народа. И вот мы видим здесь, как Израиль хочет даже быть погребенным вместе со своими предками, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к народу. Мы с вами прочитали 47-ю главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».